Первая площадка для воркаута. Новые общественные организации в сфере спорта и физкультуры. Первый масштабный фестиваль силовых видов спорта. Это лишь небольшая часть достижений общественных организаций в 2016 году. О результатах и достижениях молодежной политики региона мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить наших гостей. Это Александр Терлецкий, руководитель общественного движения «За здоровый образ жизни НАО» и Дмитрий Лёвин, президент Ненецкой окружной федерации армрестлинга. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Дмитрий. Начнем мы, наверное, с Дмитрия, так как у нас в этом году в регионе появилась организация федерации армрестлинга. Скажите, как велась работа, с чего начинали и что уже имеете? До создания нашей организации, так скажем, до официальной регистрации наша деятельность началась в 2014 году. Тогда мы начали проводить небольшие соревнования по армрестлингу среди своих, так скажем. В 2015 году мы уже провели два турнира. Один был посвящен юбилею Комитета гражданской обороны, а второй был окружной турнир. Тоже вот в конце года первый окружной турнир мы проводили. И в этом году мы уже провели четыре турнира, один из которых был в рамках фестиваля «Сила Заполярья», летний фестиваль был. Я думаю, уже у многих он на слуху. И в ближайшее время, 17 декабря, мы планируем провести второй открытый окружной турнир по армрестлингу. Ну вот, так как вы уже имеете практику по регистрации общественной организации, какая здесь процедура? Может быть, есть желающие, которые хотят открыть федерацию еще какого-нибудь вида спорта, то как здесь вы действовали? Ну, так скажем, действовали мы в соответствии с требованиями по регистрации организации. Все эти требования и правила есть на сайте Министерства юстиции Архангельском. Вот, мы подали документы, пакет документов требуемый. Но самое главное для создания федерации, это в первую очередь желание людей, которые хотят развивать какой-то из видов спорта или ту деятельность, которая им больше интересна. Вот, это самое главное желание. Должны быть учредители, так скажем, основные организаторы и те люди, которые потянутся за учредителем. И будут, и тогда уже эта деятельность будет востребована. Много у вас на сегодняшний день занимается в вашей федерации? Ну, занимается как видом спорта до сих пор еще не так много, как хотелось бы. Ну, еще ввиду особенностей нашего субъекта, потому что он самый маленький по численности населения. Ну, порядка 10-15 человек мы уже имеем таких ребят, которые, ну, скажем, в ближайшее время будут постоянно заниматься армрестлингом. Вот, я надеюсь, на этом турнире окружном у нас должно собраться как бы максимальное количество людей, потому что мы пригласили и из сельской местности спортсменов. Вот недавно мне из Тельвиски звонили из Дома культуры руководитель, они хотят свою команду выставить на соревнования. Также из наших учебных заведений средних, из Ниньского колледжа будет команда, из Аграрно-экономического будет команда. Надеемся, может быть, команду выставят и из техникума. То есть спрос на этот вид спорта в округе есть? Да, да, не только в округе, но и по всей стране этот спрос, и активно развивается этот вид спорта. Самое главное, что это, во-первых, не затратно для того, чтобы готовиться, заниматься этим видом спорта, это не такое затратное дело. Вот, и можно заниматься там даже на улице, дома, где угодно. Главное, чтобы было желание. Вот говоря о занятии на улицах, здесь мы перейдем к Александру, так как он руководил проектом по установке площадки для воркаута. Как возникла идея, насколько тяжело или легко было воплотить? Ну, идея у меня возникла где-то года два назад, наверное. Легко ли нам было это все реализовать, но могу сказать, что не в первый раз у нас удалось, так сказать, доказать, что эта площадка нужна. Где-то, я думаю, на второй или третий раз у нас заявка прошла успешно, и нам помогли. Окружной грант нам помог, и мы ее возвели. А идея, вы как-то говорили, что к вам пришла, когда вы посетили один из форумов молодежный. Да, даже не идея, я увидел то, что данная площадка примерно такая же стояла просто на пляже Крыму. Там был форум Таврида, нас отправил ОНФ, Народный фронт. И я подумал, почему бы у нас в округе не поставить данную площадку. Собственно, она стоит, и сейчас граждане могут заниматься совершенно спокойно, даже зимой там убирают, и можно заниматься. Ну, говоря о том, как воплотить свою идею в жизнь, вот вы захотели, чтобы в округе была такая площадка, а затем вы написали, я так понимаю, смету, да, проект, и с ним обратились уже... Да, мы обратились в департамент оригинальной политики. Сложно ли было? Ну, думаю, что несложно. Вот у нас первые разы, может быть, даже по нашей вине это было, потому что мы там технические ошибки, может быть, какие-то сделали, да, но постепенно мы его доработали до конца, да, и, собственно говоря, имеем то, что есть. И на этом останавливаться не собираемся? Да, мы, хочу сказать, что мы не останавливаемся сейчас, у нас есть желание поставить эти площадки и также в пределы города, в новом районе. И проекты есть уже? Да, есть уже и проект. То есть сейчас на стадии, скажем так, согласования и выбора места для дальнейших площадок строительства. А финансирование уже определились? Мы рассчитываем также двигаться, как некоммерческая организация, на средства грантов. Да, либо средства гранта, ну, потому что другого пути, наверное, уже, я думаю, нету. Ну, либо как-то договориться с властями. Я думаю, тоже не исключено такой вот такой вариант, почему нет. Может быть, вполне будет такое. А что касается сельских населенных пунктов, там как-то будет это развиваться? Наверняка там есть тоже желающие заниматься воркаутом. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в каждом нашем муниципальном образовании были, ну, не говорю такие же, да, площадки. Ну, вообще, чтобы был доступ к спорту, чтобы был доступным, чтобы ребята занимались беспрепятственно, бесплатно. Конечно, я понимаю, что это сложно осуществимо, но данные площадки недорогие, как я уже говорил, да, их можно ставить, их нужно ставить. Во сколько одна площадка обходится вместе с установкой? С установкой нам обошлась чуть больше 200 тысяч рублей. Не такие большие деньги-то, но могу сказать, что результаты достойные. Люди занимаются, и мы разговариваем с ними, и они нас поддерживают всячески. То есть они желают, чтобы у них-то было. Да, но у нас вместе с установкой, тут нужно говорить вместе с доставкой. Потому что установку, устанавливали мы своими силами, привлекали ребят, обычных ребят-активистов. Вот, тот необходимый материал, который еще требовался для установки, с нами любезно делились организации. Вот, там, на самом деле, не так много требуется, там, цемент, раствор. Вот, поэтому мы вот с устроительных организаций просили, нам бесплатно давали. Ну и теперь, если будет таких площадок больше, то, соответственно, будет больше участников в вашем фестивале, который вы проводили. Расскажите немножко о нем, и вот на ваш взгляд, насколько он хорошо прошел, и какие, может быть, будут планы на следующий год? Ну, я думаю, что к такому фестивалю «Сила Заполярья», который мы провели впервые, выражение «Первый блин комом» неприменимо абсолютно. Вот, я считаю, что для первого раза у нас вообще все идеально прошло. Ну, были, конечно, там некоторые задержки, некоторые недопонимания. Все это мы учтем на следующий год. Обязательно будем летом проводить, будем стараться привлечь спонсоров, вот, привлечь больше участников. Может быть, даже, не может быть, а скорее всего, еще мы включим в этот фестиваль, так скажем, расширим его, включим другие виды спорта. Пока еще не будем говорить, какие, еще не решили. Ну, на этом фестивале какие были направления и виды спорта? Ну, вот, я проводил турнир по армлестингу и армлистингу, Александр проводил... Мы делали кроссфит и воркаут. То есть сейчас набирает популярность активно данные виды спорта, и молодежи, интересно, они с удовольствием принимали участие. Да, ну, и вот, так скажем, все, что у нас получилось, это, в принципе, благодаря нашему, в первую очередь, желанию, активной жизненной позиции и организаторской помощи народного фронта, в котором мы с Александром являемся членами фронта народного. Ну, прежде чем участвовать в соревнованиях, наверняка нужно участникам где-то тренироваться. Вот, если взять вашу федерацию, то есть условия для тренировок и занятий? Да, к слову об условиях, в ближайшее время мы планируем открыть физкультурно-спортивный клуб, будет называться Arctic Arm. Вот, уже, в принципе, все необходимое есть, это что, это главное помещение нам предоставляет чистый город, безвозмездное пользование. Вот, также тренажеры у нас уже есть, тоже мы их, нам удалось их достать бесплатно. Вот, ну, сейчас нам необходимо там небольшой ремонт, порядок навести, вот, а так уже в зале можно даже заниматься. Вот, он будет находиться по адресу авиаторов 12А, это общежитие, напротив городской заправки. Вот, и самый важный момент, это то, что для тех, кто будет заниматься именно армрестлингом, будут занятия, они бесплатные, но, как бы, не будет таких тренировок с каким-то тренером. А это будут самостоятельные занятия, самостоятельные тренировки. То есть мы будем вместе собираться, как бы, как единым коллективом и друг с другом делиться опытом, бороться, там, проводить какие-то свои занятия. А что касается кроссфита, здесь как идет тренировка? Тренировка. Мы периодически делаем такие мини-соревнования, устраиваемся между ребят. Мы также продолжим данную практику, будем также делать по воркауту. Также, я думаю, что мы проведем серию показательных выступлений, чтобы также молодежь интересовалась и занимались спортом. Ну, еще одно из направлений вашего общественного движения, это вот проведение таких бесед, лекций, может быть, так можно назвать, вот по поводу употребления спиртных напитков. У нас был такой проект, назывался он «Уроки трезвости». Мы по всем учебным заведениям проехались, и был показан видеоролик о вреде алкоголя, наркотиков, табака и прочее. И помимо этого мы еще включили туда спортивные мастер-классы. Мы данную практику будем продолжать, и я думаю, что в следующем году мы начнем уже плотно этим заниматься и также проводить данные уроки трезвости. Ну, а насколько, на ваш взгляд, эффективен был этот проект, и какие вы будете делать выводы, когда будете начинать следующий? Я думаю, что эффективен, вот если, например, все мы знаем рейтинг трезвости, проводили общественная палата Российской Федерации с федеральным проектом «Трезвая Россия», был такой рейтинг трезвости. То есть, если за 2015 год Нинецкий округ по распитию был на последнем месте, ну, предпоследнем месте, да, то сейчас уже позиции гораздо выше. И вот мы считаем, что не без нашей, скажем так, вложения в ситуацию, ситуация улучшается, скажем так, на наш взгляд. Хочется добавить то, что все мы знаем, да, с оптимизацией расходов бюджета там и так далее, но хотелось бы отметить, что секции платные, это не плюс будет тому, что к развитию спорта и улучшению ситуации алкоголя в нашем регионе. Если есть такая возможность, да, кто-то посмотрит, может, примет решение в данном случае. То есть, вы думаете, если секции станут платными, то, возможно, кто-то от них откажется и заменит это чем-то другим? Да, я думаю, что заменят другим, это уже был такой опыт, и ребята просто пойдут на улицу. Ну, у них ведь будет возможность приходить опять-таки в общественные организации. У нас какие еще есть спортивные организации общественные, вот помимо армрестлинга, федерации? Ну, федераций различных у нас спортивных много. Там есть федерация бокса, федерация тэквондо и другие, там, борьба различная есть, это все федерации. Но федерация – это общественная организация по установной деятельности, которой не только создать какую-то секцию и на базе этой секции проводить занятия. Она должна заниматься общественной деятельностью, привлекать активных молодых людей, развивать, проводить соревнования в этом виде спорта, популяризировать вид спорта посредством информации в СМИ, также в соревнованиях. То есть, не все федерации, как сейчас делаем мы, не все федерации открывают бесплатные секции. Как правило, у нас многие федерации, они уже базируются при каких-то государственных учреждениях. И, соответственно, уже там идет политика этого государственного учреждения. Если сказали, будет платная секция, то секция будет платная. Мы идем немножко другим путем. Это, конечно, непросто. И надеемся, что преград в дальнейшем нам ставить никто не будет. Но для нас есть определенный плюс. Если где-то сейчас возникают сложности с тем, что каждая спортивная федерация, это как определенная конкуренция. Каждый хочет спортсмена притянуть к себе, как заниматься, готовиться к соревнованиям, приносить какие-то плоды. То сейчас, если кто-то откажется от платных секций, мы сразу здесь на горизонте появимся и будем привлекать к себе, чтобы они на улицу совсем не ушли. Поэтому у нас деятельность с Александром, она как бы пересекается. Понятно. А сотрудничать с федерациями армрестлинга других регионов, как у вас в планах есть? Мы сотрудничаем с федерациями еще до официальной регистрации нашей. Поэтому вот очень плотно общаемся с нашими соседями. С Архангельской областью, с Коми, Санкт-Петербург. Вот после турнира окружного, который пройдет 17-го числа, я уже говорил, мы уже договорились, что этот турнир будет отборочным. И в марте месяце, конец февраля, начало марта в 17-м году, мы сборной поедем в Усинск на соревнования. Там уже эти соревнования будут под нас готовить. Дальше, если все, конечно, получится, как планируем, может быть, в Сыктывкар получится выехать. Кроме этого, лично я тоже являюсь действующим спортсменом. Ежегодно, выезжая на всероссийский турнир по армрестлингу, он в Санкт-Петербурге находится, Кубок Балтики. Если получится, то в этом году, может быть, еще кто-нибудь сможет со мной в составе команды уже съездить. Потому что там турнир мастерский, и для этого уровня уже нужно иметь определенный опыт. Но у нас все еще только данный вид спорта начинает расти. Поэтому еще нет таких спортсменов такого уровня. Их нужно искать, их нужно растить. То есть вы с соседними федерациями общаетесь, и в чем-то у них перенимаете опыт, допустим, в части организации соревнований? Конечно, конечно. Мы с ними и общались, и общаемся, и будем общаться. То есть мы всегда на связи с президентами всех федераций, о которых я говорил. И у нас такие дружеские отношения. Мы с каждым уже встречались, с некоторыми даже не один раз. Ну, как правило, встречи происходят на соревнованиях. На соревнованиях, когда коллектив один-другой встречаются, люди знакомятся, это только плюс от этого. В общении познается все, чему нельзя на бумаге прочитать. Ну, а если говорить о планах на следующий год, то вот ваша организация, какие планируют мероприятия? Ну, как мы уже говорили, это уроки трезвости, естественно, да? То фестиваль. Мы уже сейчас готовимся активно к фестивалю силовых видов спорта. Также мы будем участвовать в всероссийских дворовых играх. Мы, кстати, тоже участвовали и достаточно успешно. А вот немножко об этих дворовых играх. Расскажите, в чем их идея и насколько они активно в округе проходят? Дворовые игры впервые, да, по-моему, прошли у нас в этом году. В этом году? В этом году это было, летом. Смысл их, опять же, чтобы спорт был доступным, чтобы ребята занимались независимо, да, от зали, не в зале, там, на улицах, чтобы это было незатратно. И я думаю, что у нас получилось это сделать. И было достаточно много людей, молодежи особенно, что самое главное, да. И все с нетерпением ждут следующего года и таких же игр. А в каком месяце они будут проходить? Они проходили в конце августа, да? Или в конце августа, по-моему. Да, да, да. В конце августа, либо в начале сентября, даже, по-моему, это было. Да, но это было, вот как раз мы поставили площадку свою. И после недели, где-то после открытия, мы уже провели дворовые игры. Такой мини-фестиваль был. Ну, то и мы проводили, и в других районах города, в Искателях тоже проводили. Вот, то есть, и по разным направлениям. Но все на тему дворовых видов спорта, массовых видов спорта. А вот вы вообще, вот как представитель общественной организации, как-то отслеживаете районы города, где вот еще необходимы такие площадки? Вот, допустим, поставили на Рыбников, где еще вот предстоит, и где ребята действительно хотят заниматься воркаутом? Мы считаем, чтобы такие площадки, как они стояли, были в каждом дворе. Ну, понятно, что это будет затратно. Естественно, это затратно, и по времени, и, я думаю, мало вероятно, что это будет. Но сейчас район перспективный от авиаторов, новый район, да? Вполне возможно, что и в следующем году мы будем там ставить. Ну, мы уже обратились вообще на городскую администрацию со своим проектом. То есть, мы уже предложили земельный участок, который, по нашему мнению, будет самый оптимальный в этом районе. Нет, на авиаторов. А, на авиаторов. На авиаторов, да. Мы уже, так скажем, запроектировали места установки оборудования. Вот. И там площадка даже поинтереснее будет, чем на Рыбников. Потому что там места больше. Больше она будет больше, и там будет больше. Ну, там как бы, там место такое, что больше людей будет собираться. Так же и в Искателях мы выбираем. Мы, в первую очередь, ищем место не где-то на окраине, на Атшибе, вот, где там бурьяном все поросло, а ищем место, где, возможно, большее скопление людей. Ну, вот, в Искателях мы тоже такое место нашли, и уже работа ведется. Идется работа там, причем активно. Я думаю, что... Единственное, сейчас вот зимой это не будет ставить, правильно? Я думаю, ближе к лету, ближе к весне ситуация разъяснится. Ну, а Искательская администрация, они как бы тоже нас поддерживают? Да. Я также хочу попросить даже, да, если есть такая возможность у граждан, которые хотят, чтобы в их дворе была, стояла площадка, к нам обращаться, чтобы мы рассмотрели возможность установки там, в их районе. А куда можно обращаться? Может быть, вы есть в социальных сетях? Есть, мы есть в социальных сетях, у Дмитрия есть своя группа по армрестлингу, ВКонтакте есть, есть в Фейсбуке. У нас группа... У нас так называется Arctic Arm. Arctic Arm. А у нас за ЗОЖ НАУ, это за здоровый образ жизни, неизвестный в том, как бы. Мы ведем эти группы, до группы, то есть там каждую неделю обновляется информация, там со всех наших мероприятий можно посмотреть, участвовать. Это как обратная связь. Обратная связь, конечно. Либо непосредственно, меня зовут Теревецкий Александр, Дмитрий Левин, есть ВКонтакте, есть. Во всех социальных сетях мы есть, можно общаться. Даже телефоны есть в интернете. Да, все есть. Можно также по предложениям, по мероприятиям уносить, по фестивалю, по дворовым играм. Мы все это рассмотрим и будем осуществлять. Потому что нам это интересно, мы готовы над этим работать. Ну, а говоря вот о планах Федерации армрестлинга, то вы что планируете? Мы планируем в следующем году, значит, как я уже сказал, в марте, в начале марта, съездить, выступить на соревнованиях в Усинск. Потом провести турнир Силы Заполярья. Потом, значит, провести третий окружной турнир. Вот. Это именно по армрестлингу. Я думаю, много турниров проводить в течение года не стоит, потому что, на самом деле, восстанавливаться тоже тем спортсменам, которые только начинают этим видом заниматься, очень тяжело, непривычно. Связки болят, руки болят. Вот. Кроме этого, еще есть идея провести пару турниров по армлифтингу. Это тяга ручки, там, специальная ручка. Вот. Мы ее проводили также на фестивале. Ну, и также мы хотим в следующем году развивать наш клуб, участвовать в грантах, ждем, когда будет первое объявление о гранте, хотим подать заявку, обустроить сам клуб, может быть, там дополнительное оборудование, есть специальные, специализированные тренажеры, вот, если получится. Ну, там мы смету все уже готовим. Вот. То есть, ну, во всех направлениях. И, в первую очередь, активно нужно сотрудничать с спорткомитетом. То есть, с властями в любом случае нужно сотрудничать. Вот. Потому что от них тоже многое зависит в плане организаторских каких-то, деятельностей организаторской. Вот. Через них можно спорт развивать. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Александр, что пришли к нам в студию. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Александр Терлецкий, руководитель общественного движения «За здоровый образ жизни НАО» и Дмитрий Левин, президент Ненинской окружной федерации армрестлинга. И сегодня мы говорили о достижениях молодежной политики в Ненинском округе. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова